Ребенок не выговаривает букву R и логопед запретил заниматься английским? Смотрите это видео до конца и вы узнаете, можно ли ребенку с речевыми нарушениями изучать иностранный язык. Hello guys! Вы на канале школы иностранных языков WhatsApp. Меня зовут Марина Орлова и мы столкнулись с такой проблемой, что дети, которые ходили к нам с раннего возраста, вдруг перестают заниматься английским из-за того, что запретил логопед. Именно поэтому сегодня мы пригласили Татьяну Николаевну, учителя логопеда, директора Академии речи ДАР. И она нам расскажет, можно ли заниматься ребенку с речевыми нарушениями иностранными языками. Ready, steady, go! Татьяна Николаевна, стоит ли обучать детей с речевыми нарушениями иностранным языкам? Здравствуйте, Марина Витальевна, рада нашей встрече. Знаете, проблема возможности изучения иностранным языкам обусловлено большим количеством речевых нарушений у детей раннего возраста. Педагогический аспект изучения таких детей рассматривает вопросы целесообразности изучения второго языка параллельно с родным или после усвоения родного, а также каковы эффективные пути и методы обучения детей второму иностранному языку. В логопедической науке существует два мнения по поводу вашей проблемы. И много исследований посвящены данной проблеме. Существуют две точки зрения. Это первое. Это невозможность изучения иностранному языку, поскольку происходит наложение одного языка на другой. И, соответственно, дети, которые имеют нарушение звукопроизношения либо другие какие-то речевые проблемы, они начинают искажать, либо смешивать фонемы родного языка с фонемами другого, иностранного языка. Но хочу сразу как бы вам уточнить и пояснить, что если ребенок занимается у логопеда, и логопед поставил межзубное звукопроизношение у ребенка, то в этом случае занятие английским языком в период коррекции звукопроизношения, она недопустима. Только после истечения шести месяцев, когда у ребенка полностью автоматизированы звуки русского языка и наблюдается положительная динамика, в этом случае ребенок допускается к занятиям английскому языку. А при этом тоже хочу как бы небольшую помарку сделать, что изучение других иностранных языков, таких как немецкий, французский, испанский, китайский, они не противопоказаны. В любом случае как бы это должен определять совместно логопед и учителя иностранного языка. Вторая точка зрения, она очень положительная и говорит о том, что принципиальных противопоказаний для изучения иностранного языка нет. И каких-то принципиальных опасностей в двуязычии тоже. Этому тоже посвящено очень много исследований. И как правило эти исследования показывают, что очень эффективно в этом случае ребенок развивается, когда изучает два языка родной иностранной, потому что у него очень хорошо развиваются когнитивные способности. Это такие как речь, внимание, память и мышление. И знаете, вот я как логопед могу вам сказать, что нет такой проблемы, как научиться. Ребенок очень пластичный и он легко обучаемый. Поэтому любой специалист может научить и обучить ребенка. И что касается логопедических занятий, то, конечно, эффективная коррекция речевых нарушений, а именно звукопроизношение на начальном этапе обучения детей, она возможна и дает очень хорошие результаты. Поэтому если родители сами видят, что ребенок плохо говорит на русском языке, у него какие-то речевые нарушения, обязательно нужно обращаться к логопеду. Спасибо большое, очень интересная информация. А подскажите, пожалуйста, как развивается речь у детей билингвов? Давайте, знаете, как сразу, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, немножко по понятиям пройдемся. Кто такой билингв? Это ребенок, который может свободно понимать и говорить на двух языках, то есть на родном и на иностранном. Монолинговые – это дети, которые говорят только на родном языке. Есть еще одна категория детей и людей – это полиглоты, всем известные, которые могут свободно общаться на нескольких языках одновременно. Я, как логопед, который занимается проблемами речевых нарушений, могу сказать, что речевое развитие детей билингвов, оно точно так же, как и речевое развитие детей монолингов. Принципиально, как бы разницы, большой разницы нет. Подскажите еще, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Влияет ли двуязычие на развитие речи и ее задержку? Вы знаете, однозначно могу сказать, что нет, не влияет. Причинами речевых нарушений могут быть органические, психологические, либо неврологические факторы. Спасибо. Я правильно понимаю, что перед тем, как родителю принять решение бросать изучение английского или другого любого иностранного языка или нет, необходимо услышать две точки зрения – и логопеда, и преподавателя английского. Потому что зачастую нас не спрашивают. Просто звонят и говорят, все, мы заниматься не будем. Либо, может быть, даже логопеду, который посоветовал, как-то созвониться или пообщаться с преподавателем ребенка. Вы знаете, когда существует какая-то проблема, то есть однозначно эту проблему никто никогда не решает. То есть любую проблему нужно рассматривать в комплексе. Потому что очень много специалистов, специалистов, которые занимаются иностранным языком, специалисты-логопеды, специалисты-педагоги, которые занимаются иностранным языкомом в школе и преподают, это комплексная проблема, в том числе и проблема родителей. Поэтому я всегда советую обратиться ко всем специалистам. А еще лучше, если появляется какая-то возможность, когда собираются все специалисты и обсуждают проблему конкретного ребенка, и тогда решение приходит само собой. Спасибо. Каждый случай уникален. Не спешите делать выводы, обратитесь к нескольким специалистам, и они помогут вам принять правильное решение. А в следующем видео мы с вами поговорим о школьниках, которые изучают иностранные языки и не могут выговаривать звук Р. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Бай-бай!